Стакан суррогатного спирта стал камнем преткновения двух закадычных приятелей. В Ижинском районе столицы суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела по факту причинения смерти человеку. На скамье подсудимых оказался 45-летний местный житель. По версии следствия, в ходе ссоры фигурант нанес своему оппоненту два удара ногой в живот. Потерпевший перенес несколько операций, но спасти ему жизнь врачам так и не удалось. Репортаж Евгения Стокоза. 25 сентября в местечке строителя Ижинского района мужчина встретил приятеля, который жил в самодельном сарае возле теплотрассы и в ходе беседы посетовал на свои прохудившиеся ботинки. Бездомный его обнадежил, пообещал подарить ему ненужную пару кроссовок, которую нашел возле мусорных баков. После удачной примерки счастливый обладатель обновки предложил это дело отметить. Приобрел алкоголь, затем, когда он закончился, хозяин лачуги достал свой НЗ, но гостя угощать не стал. На него просто обиделся за такое поведение. Я днем его наливал выпить, денег не жалел, 100 рублей осталось, а жену на такси отвез до дома. Не жалел, а я не ожидал, что задница такая жадная станет. Свою обиду мужчина высказал бездомному приятелю. Тот разозлился. От удара собутельника отбросило на несколько метров. Мужчина упал в дверном проходе сарая. Попытался встать и тут же получил еще два пинка в живот. Обезвижив жертву, визитер взял пакет со спиртным и удалился. Потерпевший через неделю скончался на больничной койке. Подозреваемого задержали. Свою вину он сразу же признал, но заявил, убивать никого не хотел, лишь защищался. С учетом искреннего раскаяния и помощи следствию обвиняемого решили не помещать в СИЗО. Однако оказанного доверия фигурант не оправдал. На заседание обвиняемый не явился. На второе заседание обвиняемый также не явился. С судом была изменена мера пресечения на более строгую меру пресечения, именно в виде заключения под стражу. Долго искать мужчину полицейским не пришлось. Его задержали в собственной квартире, а затем доставили в следственный изолятор. В ближайшее время сыктывкарец предстанет перед Фемидой за пьяную драку, которая привела к гибели человека. Ему грозит до 15 лет колонии.